Доброе утро! Ну а сегодня, в предвкушении интересной беседы мы общаемся с генеральным директором, исполняющим обязанности генерального директора компании «Мегаком» Алмаз Абеков. Доброе утро! Доброе утро! Как настроение? Замечательно! Вы сколько поднимаетесь? Ну сегодня пришлось 6 подняться, обычно это 7 происходит. Алмаз, у вас такая биография интересная, боже мой, чего только нет. И сегодня вы возглавляете компанию «Мегаком», и вы связь, коммуникация, управление бизнес-процессами, цифровое вещание, автор научных статей и книг, автор образовательного проекта «Алипе ТВ». Боже, путешественник, велосипедист, просто комсомольный спортсмен-красавец, разносторонний человек. Скажите, вот именно. Ну жизнь сама по себе интересна, и надо ей наслаждаться. И вот любая минута, предоставленная в этой жизни, надо ее впитывать. А потом накапливается, все-таки там 44 года, и успеваешь многое познать, многое узнать, многое сделать. Надо вот всегда быть активным. Ну еще скажите, что вы и заботливый папа. Да, у меня дети, они уже взрослые. Мы сейчас больше всего заботы только о младшем. Сколько лет младше? Он шестой класс заканчивает. Замечательно. Вот видите, как нас сейчас все объединяет, да? Мы такие, у Алтына двое детей, у меня двое деток, и у вас младший в шестом классе. Ну, практически по годам. Да, у меня четверо, трое взрослые, они уже в высшем учебном заведении. Старшая заканчивает. И это вы план успели, да? Ну, у меня, больше, супруга этим занимается. Ну, замечательно, прекрасно. Скажите, а… У нас тоже разделение труда, как у вас. Да, четкое, да. Мне нравится такое разделение труда. Мужчина имеет право разбрасывать свои вещи по всему дому. Женщина имеет право собирать их и складывать в стиральную машину. Ну, это одно из разделений, да? Ассоль, я хочу вам рассказать, что побывал у нашего гостя в кабинете. Мы не хотим взять темы. Побывал в гостях. И, надо сказать, Мазбек Толкубович просто меняет представление о директоре. Да? Да. Ты думал, придешь. Нет секретаря. Да, серьезно, правда? А почему так? Нет приемной. За кофе, может быть, шутит, за кофе бегаю сам, говорит. Чай завариваю сам, да. Ну, еще скажи, что… Даже принтера в кабинете нет. Еще скажи, что сидит в компании всех сотрудников. Нет. Нет? На табуретке. Это шутка. Это шутка. Какая у вас политика в компании? Я бы сидел. Там, чтобы все сотрудники были демократичны, чтобы всех можно было видеть и все имели доступ. Тут зависит от позиции руководителя. Если вот руководитель активный, он лидер, да, и вот есть два способа быть руководителем. Либо всех, кто тебя окружает, ты давишь, чтобы быть лидером, да, либо ты всех взращиваешь, всем помогаешь, они растут, и ты растешь. И вот я сторонник именно второй тактики, когда вот всем помогаешь, помогаешь им познавать мир, да, там, новое, что-то освоить, там, ездить, там, не даешь ограничений. Это не должно зависеть, там, ну, совсем недавно, да, вот. Это обычная служебная записка. Девушка закончила испытательный период. Я смотрю, ну, замечательный отчет. Пригласил к себе, она теперь едет в Барселону. Она просто поражена, да, была. Пускай растет человек, потому что она классно говорит, она думает, она активная. А что бы им не помочь? А в Барселоне стажировка, для чего она едет? А в Барселоне это такая новая фишка, вот то, что мы придумали, чтобы менять формат диалога с нашими абонентами, да, чтобы вот не маячить везде вот рекламой, да, а как-то надо вот уже быть партнером, уже надо быть другом. И мы создаем группу, которая поедет в Европу, просто будет гулять, смотреть европейскую стихию, западную стихию, да, другая группа поедет, там, Тибет, Камбоджа, восточную стихию. То есть перенимать пиар? Да, а потом одна группа вот здесь региона, и вот эти три группы, они что-то такое придумают. Как дальше быть? Африканский континент. Кстати, идея, да, наверное, еще одну группу, да, давайте. Ну, а вы, коллеги, отправляетесь на африканский континент. Ну, я могу с вами вместе съездить. Правда? Желательно, чтобы это было в такое прохладное время года. Ну, хорошо, мы задумаемся, наверное, это что, мы уже отправились, да, мысленно? Мы уже там. Приготовьтесь. Что с собой взять? Среди аборигенов. Предлагаю, ну, коль скоро мы заговорили о путешествии, давайте посмотрим сейчас сюжет. Мне говорят о том, что был велопробег, и я думаю, что это должно быть интересно как нашему гостю, так и нам с вами. Я думаю, что наш гость не проявил, и это не просто интересно нашему гостю, он принимал участие в велопробеге. Он участвовал, да. Да, было дело. Поговорим потом о велоспорте. Ударить велопробегом по бездорожью. Что может быть лучше, чем весенним жарким днем всем вместе отправиться на природу. Более 200 человек разных возрастов, профессий и спортивной формы под предводительством Федерации Маунтинбайка Кыргызстана и компании Мегаком решили совместить приятное с полезным. Велопробег проводится уже в третий раз, и цель – это открытие велосезона и просто дать возможность всем велосипедистам нашего города собраться и вместе совершить что-то такое большое, грандиозное. Многие в подобном мероприятии участвовали впервые. Расстояние в 40 километров преодолели всего за пару-тройку часов. И это несмотря на палящее солнце и тяжелые подъемы. Мне нравится. Если лично я, то мне просто нравится. Мегаком – это же, как компания, мы всегда рады поддерживать такие инициативы, потому что сотовый оператор – это же компания, которая предоставляет услуги. Нужно быть ближе к абоненту, нужно всегда быть рядом, нужно быть другом. Если молодежь катается, надо кататься. От компании Мегаком в пробеге приняло участие 30 человек. Они органично влились в общую массу велобайкеров. То тут, то там мелькали белые футболки и кепки с логотипом компании. Последний раз я 8 лет назад, ну, получается, регулярно катался. Этот велосипед взял две недели назад, случайно узнал о велопробеге, решил поучаствовать. А как говорил Гиппократ, движение – это здоровье. Поэтому, если не двигаешься, когда здоров, то обязательно будешь двигаться, когда будешь больной. А самой юной участнице всего три года. Но, несмотря на столь нежный возраст, Глафера Воронина усилием воли и при помощи папы вместе со всеми добралась до финиша. Ее упорству позавидовали бы даже самые бывалые спортсмены. Дочка с прошлого года начала кататься, с двух лет. Три года есть сейчас. Ну, весело, едем, песни поем. Тебе с папой нравится кататься? Да. Не все участники оказались в нужной спортивной форме. Процессия растянулась на километры. Тех, кто потерял силы еще в самом начале, до места доставлял специальный автобус. Но это не мешало всем пребывать в единой атмосфере весенней эйфории. Голова так и кружилась от чистого свежего воздуха и манящей красоты каргызской природы. Такие велопробеги, ну, не только велопробег, вообще, такие корпоративные выезды. Это, в первую очередь, взаимная поддержка. То есть ребята во время подъема узнают друг друга, помогают. Тем самым у них на следующий день, завтра будет о чем поговорить на работе, рассказать друзьям. Все загорятся, будет еще одна тема для разговоров. И вот самое трудное позади. Победные несколько метров, и вот она, конечная цель путешествия – природный парк Аларча. Велопробег стал уже традиционным мероприятием. Несомненно, возросшее количество участников велопробега в этом году по большей части заслуга спонсора мероприятия – компаний Мегаком. Благодаря ней были решены проблемы с питанием и сопровождением. А командный дух помог большинству байкеров добраться до намеченной цели своими усилиями. Ведь на самом деле нет ничего лучше свежего воздуха и веселой компании любителей приключений. Оксана Алексеева, Павел Соломко, Мерлан Кейзбаев. Утро на пятом. Друзья, сегодня мы говорим на интересные темы, обсуждаем с исполняющим обязанности генерального директора Мегаком Алмазом Абековым. Мы продолжаем беседу и призываем вас дозваниваться к нам в студию по номеру 0312 59 20 70, ну и смс-марафон, как всегда, 035 59 20 70. Алмаз, мы заметили, что образовательный проект АлиПТВ, вы уделяете этому особое внимание, когда, вообще в чем состоит смысл? Это мой проект жизни. Я думаю, что вот все, что я не делаю, я два года уже как непосредственно именно этим занимаюсь, а все другое, оно либо этому способствует, либо как-то временно так вот надо. Идет параллельно, да? Идет параллельно. Это суть АлиПТВ в том, что 7 программ в цифровом формате телевизионных будут вещать с утра до вечера только образование, только уроки. Ни политики, ни новостей, ничего. Только уроки для школьников. Да, и любые предметы, которые касаются образования, познания мира, воспитания. И это 200 региональных студий, это прямой эфир, это e-mail каждому школьнику, это справочники каталога. Это просто вот такой шаг, чтобы все, что сейчас могут телекоммуникации, чтобы они способствовали образованию. Это вот такой вот главный вектор, да, вот. Ну, я хочу это сделать. Это очень-очень хорошо. Сам. А почему задались такой целью? То есть вот увидели такую проблему насущную? Ну, с образованием-то это же, вот, после окончания вуза я год работал, преподавал в школе, в сельской школе физику. А где, если не секрет? В силу Кокджар. И когда, ну, я пришел в школу, да, мне вот директор говорит, ну, три года физике вообще не преподавалось, хоть что-нибудь дай. Ну, я сказал, что я не буду вести вот журнал, там, подготовка к урокам, то, что вот, ну, процедурные вещи, да. Я говорю, только вот физика и все. Да ради Бога, все, что хочешь. И я у детей спрашивал, ну, вам нравится физика? Они такие, не-не-не, вы будете куда-нибудь в технический вуз поступать? Не-не-не, а вы куда? Ну, вы экономисты, финансисты, юристы, физкультурники, да. Ну, я говорю, ну, ладно, раз вам физика для души, я просто буду рассказывать, если вам неинтересно, вы садитесь, там, делайте географию, там, математику, что хотите, да. Я просто интересный опыт уставил, потом, к концу года я еще поразился, что… Всех пятерки. Пятерки-то одно, а дети говорят, мы будем сдавать физику, экзамен выпускной на выбор. Мне это поразило, потому что, да, начиналось с того, что я говорю, ну, вот три минуты, задайте мне любой вопрос по физике, который я не знаю, вам сразу пять за четверт. А это же дети нам азарт, они думают, а, вот первая четверть, шестой класс, наверное, седьмой класс. Он второй четверть не знает, читает, читает. На зубок тут же вот диалог, вот у него две минуты, таймер пошел, вопрос, ответ, вопрос. Он говорит, как вы все это знаете? Наверное, он седьмой класс не знает, восьмой класс не знает, они вот просто за год все читают. Но первые меня, конечно, победили 11-классники, они взяли такую уже… Ядерную физику, да, там ядерную физику, там уран, там 375-й, там… А как вы считаете, чем вы зажгли их? Надо увлекать детей, надо показывать интерес, потому что любой предмет, он сам по себе интересный, жизнь интересная, надо показывать это не так догматично. Вот это правило выучить, надо как-то вот их зажигать, именно вот давать им силу и энергию. Вот я предлагаю относительно зажигать, поговорить чуть позднее, сейчас мы примем звонок, у нас есть дозвонившийся, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Да, вас зовут? Я к вашему гостю. Компания получает сверху тепли. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Владимир. Да, Владимир, слушаем вас. Компания получает сверху тепли. Не пора ли думать о снижении тарифов и доступности ваших услуг? Спасибо, Владимир. Ну, в целом тенденция, да, вот услуг связи, она снижается. Она, вот скажем, если года 3 назад Арпу, да, это доход с одного абонента был 12 долларов, сейчас он там 9 долларов, он снижается постоянно. Но в то же время, вот те, кто сдают нам площадки под аренду базовых станций, они повышают тариф, понимаете, инфляция, земля дорожает, да, сотрудникам зарплаты повышается. И сетку, она огромная сеть, ее надо постоянно развивать, покупать лицензии. Мы же платим за каждого абонента лицензию, чтобы абонент мог подключить телефон, мы платим там лицензию за право подключения, за каждое СМС, за каждое там ММС. Это все сервису стоит денег, и на самом деле, я считаю, что цена на услуги связи должна быть такой, чтобы с одной стороны люди могли пользоваться, с другой сеть могла развиваться. Если она будет дешевой, да, услуги будут дешевые, то тогда сеть перестанет развиваться, конечно. И это всегда два эка. Мне кажется, на сегодня это сбалансировано. Алмазов, ну вы знаете, наверное, все-таки стоит взять на заметку, потому что это не первый раз звучит вопрос в прямом эфире о глобальном понижении тарифа, но, наверное, цены в какой-то степени, может быть, да, кусают многих. Но в том числе, конечно, это палка о двух концах, да, уровень развития, то есть приостановится, и, естественно, наш телезритель тоже хотелось бы говорить по той сотовой сети. Я думаю, что кто ездил и пользовался услугами российских операторов, говорят, что у них дороже. Да и не только. А кто ездил в Китай, они говорят, 30 долларов на месяц, это мама дорогая. Алмазов, вот я заметила, что те сотрудники, которые приходили, в принципе, с апреля начали приходить, и вот в нашем эфире кого только не было, как бы сказал, говорю, мама дорогая, да? Мне больше запомнилось незнадимое впечатление. Это семья, конечно, да. А вы знаете, как это начиналось? Это вот формат был такой, вот руководитель, давай у тебя пятый канал на КТР выходи, вот, и я говорю, ну, давайте мы рядовых сотрудников, они тоже интересны. То есть это была ваша идея? Да, это была моя идея. И маркетинг говорит, нет, ты что, они же не интересны. Я говорю, как не интересны? У нас вот полторы тысячи сотрудников, там найдется того, нет, говорит, вот телезрители интересуют звезды. Ну, и как-то вот я кулаком посту, команда, и, ну, классно, удачно получилось, и сотрудники довольны, и вот это совсем другой формат, надо быть открытым. Ну, а как проводился опрос? То есть вы всех знали на лицо, вы знали о пристрастиях? Нет, 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 я сам много сотрудников открыл для себя, я тоже каждое утро смотрю, думаю, а потом захожу, говорю, слушай, уже здороваешься с ним по-другому. Это объединяет, это классно. А мы в свое время, да, шутили во время эфира, о, похвалили компанию, поставили галочку, сегодня после обеда вы будете начальником отдела. Кто-то повысился после эфира? Ну, я думаю, что повысилось в первую очередь самоуважение сотрудников, они сами стали выше, и это очень такой хороший тимбилдинг, вот это способствует общему успеху. Они сами поняли, что это им доступно, что вот на пятый канал человек просто, который пролежно работает, который активен, который в чем-то талантлив, можно талант раскрыть, и он может попасть на телевидение. Мы даже, честно говоря, не представляли, что исполняющий обязанности генерального директора Мегакома Алмаз Абеков настолько интересная личность. У нас просто баталии не прекращаются даже за кадром, и рассказываем друг другу всевозможные истории, тут Алтын включается со своим искрометным юмором. Ну, и я добавляю свою лепту, а мы вас, дорогие друзья, предлагаем вам дозвониться к нам в студию по номеру 0312 59 20 70, ну и, естественно, смс-марафон, который мы будем зачитывать, и ваше послание. В следующем части огромное количество смс-посланий, но лидирует пока Дина и Марина, по-моему, да? И Марина, Марина. Марина, спасибо. Марина, ты хочешь складные стихи, вот, и в том части, и в этом части пришли смс-сы. Но сейчас давайте поговорим с нашим гостем Алмазбек Тулкумбаевич в гостях. Я вспоминаю тот случай, когда мы с вами проводили конкурс для среди ваших сотрудников, и как мы даже задействовали их жен, там, как связка называется, да? Обвязка. Обвязка. И там, ну, конечно, вот КВН-щики, они придумали классную идею, это вот конкурс такой, когда жены помогали мужьям. Помочь экипироваться своим мужьям. Там, если так посмотришь, какая-то сетка, груда веревок, ну, даже невозможно себе представить, как, где, куда просовывать, да, там, везде дырки, куда засовывать ногу, куда руки. И, в общем, там получилось очень интересно. А ученика, которого срока должны были? Минуту или три мы ставили задачу. Наверное, кто первый, там и приз. Было очень забавно, очень весело. Удивительно, что Алмаз сам умеет одевать эту обвязку. Для человека с таким образованием, я думаю, что вы даже никогда не заморачиваетесь такими вещами. Друзья, у нас есть дозвонившиеся. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Ирина. Очень приятно. Ирина, ваш вопрос. Вы вопрос хотели задать? Да. Пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос к Алмазу Абрекову. Я сама вот закончила политех, осталась работать. И также поступила в аспирантуру, чтобы защитить кандидатскую диссертацию. У меня вот как раз идет предмет третьей связи с подвижными объектами, которые в политехе выпускают дезистов. И кандидатскую диссертацию я выбрала, но тема мне не подходит, я не могу информацию найти. Хотела у вас вот спросить. Вы даете поддержку тем аспирантам, которые нуждаются в информации, которые нужны для техники, для развития страны? Ирина, с удовольствием. Я открыт для диалога, для разговора. Пожалуйста. Вот буквально вчера просто человек позвонил и говорит, очень интересуюсь 3G, передачей мобильных данных. Ну, я в ответ написал, вот вам кофе, капучино или эспрессо. И все, мы пообщались минут 30-40. Девушка очень довольна. Вы рушите все представление, когда мне сказали, что, ну, вот будет генеральный директор Мегаком, значит, я представила себе такого высокомерного, чеванливого, может быть, несколько отстраненного, который будет говорить на чисто такие технические темы. Приходит парень, продвинутый, абсолютно такой, да, простой. Ну, честно говоря, приятно. Спасибо. Оставайтесь таким же. И вот вернемся к теме, которую вы подняли, и к вашей инициативе относительно сотрудников. Теперь, Минчев, у всей телезрительской аудитории такое представление, что все сотрудники компании Мегаком абсолютно продвинутые, абсолютно прогрессивные и многогранные, увлекающиеся личности. Оно на самом деле так и есть. И надо это раскрывать, надо показывать. А чем еще увлекаются? Там вот змеи были, полиглоты были, языковеды. Я даже боюсь что-то говорить, потому что там, на самом деле, огромная очередь, и все только начинается. Я вот, когда эту идею выдвинул, немножко было опасение, как получится, да, но сейчас мы видим, что просто вот, я думаю, что те люди, которые талантливые, да, они сейчас с удовольствием будут ходить именно в Мегаком, чтобы выйти на пятый. Вместе с вами, Асу, помочь там в стране с добрым утром поздравить, это очень поразительно, и мне это нравится. Я себе представил комиссию, которая сидит, а ты что умеешь делать? А я танцую, хорошо, ладно, танцуй. Ну ладно, опустим этот вопрос, хотел сказать, все-таки скажу, вы не опасаетесь, что после вашего ухода ваша инициатива будет зарублена на корню? Нет, думаю, что нет, потому что все-таки это позитивная инициатива, да, и, ну, я не вижу причин, почему быть против, вот, почему быть против образования, почему быть против того, чтобы сотрудники выходили на телевидение, росли, были разносторонними, потому что, ну, нельзя быть догматичным только инженером, да, или догматичным только, там, маркетологом. Ну, жизнь это всего лишь 8 часов работы, я против переработок, я за то, чтобы люди развивались разносторонне, чтобы они были интересны, чтобы они жили, жили, а потом работали. С другой стороны, нам тоже интересно, когда приходят люди, не одни и те же, кто постоянно на газетах, в газетах, в журналах и на телеканалах, одни и те же лица, одни и те же политики, одни и те же звезды, певцы, модели и так далее, да? Да, особенно, коллега, вы любите, когда со змеями приходят в студию. Да, очень мне нравится. Змеи, как Алтын сказал. Китайская кухня. Как Алтын сказал, да, змеи меня любят в последнее время больше. В последнее время меня любят только змеи. Я знаю, что компания Мегаком участвует во многих благотворительных акциях, и, честно говоря, как человек, который тоже в этой сфере, да, просто приветствую. И вот я знаю, узнала, что недавно вы запустили такой проект «Инвестирование в подрастающее поколение», это продвижение интернета, вот, школы-интернаты, да, вот, немного можно рассказать об этом? Там, значит, каждый месяц приходят счета за баннеры, за растяжки и просто вот понимаешь, что, ну, наверное, хватит. Лучше мы эти деньги потратим на то, что нашим абонентам, нашим гражданам полезно. И вот, ну, поскольку у меня вот все вокруг образования, вот, как ни крути, да, ну, я выдвинул, давайте лучше на эти деньги будем по школам раздавать компьютеры. Это будет польза, и учителя увидят, да, и преподаватели, родители, школьники увидят, вот, и это будет инвестиция в будущее. Нужно уточнить, это школы-интернаты, это детские дома или это просто все школы региональные? Это постоянно, это вот каждый месяц семь школ, да, и вот начнем с интернатов, начнем с детских домов, а потом постепенно-постепенно. Начнем, естественно, с регионов, тем, кому недоставалось, тем, где нуждаются, там, где ждут. И это вот такая постоянная инициатива, это уже изменяется в формат диалога с абонентом, уже не надо вот так вот маячить. Эта инициатива тоже принадлежала вам? Да, это вот, я так вот сказал, потом убедил и сказал вперед. Здорово, спасибо большое, потому что, честно говоря, в нашей стране о сиротах, о детях из неполных семей, редко когда заботятся, просто не во благо пиара. Спасибо. Вот удивительно, что такие инициативы, в принципе, исходят от коммерческих организаций, и вы в том числе коммерческая организация. Как вы считаете, вот насколько она глобально будет представлена у нас в республике? Это будут только региональные какие-то, да, школы? Или столичные тоже? Столичные тоже, но надо начинать все-таки с регионов. Вот, скажем, ну схема простая, да, школа-интернат. Мы туда поставили компьютерный класс, подвели интернет, и все. Это вот, знаете, когда говорят, что если человек думает на один год, он сеет хлеб. Если он думает на 10 лет, он сажает яблони. Если он думает на всю жизнь, то он воспитывает детей. И вот хочется вот так поменять, чтобы все-таки через культуру, через образование, да, вот чтобы прекратили плеваться на улицах, прекратили, чтобы было просто вот, люди не принимали, когда речь некультурная, человек не образован. Вот так вот. И тогда будет развиваться страна, будет развиваться компания. И вот тогда вот у граждан будет, ну вот мегакоммер совершенно другое дело. Вот уважаю. Что не так вот, у них тариф выгодный, просто вот уважаю. Мегакоммер. Уважаю людей, которые там работают. Ну, оказывается, наш человек. У нас очень много общего. Очень много общего. Нам нравятся одни и те же вещи. Мы тоже, Сосоль, всегда говорим за образование, за культуру, чтобы поведение, чтобы ценить и беречь все то, что у нас есть, и даже приумножать многие достижения, которые у нас есть сейчас, да. Я думаю, что вы так же, как и мы, Сосоль, любите легенду. Друзья, сегодня мы общаемся на интересной теме с исполняющим обязанности генерального директора компании Мегаком, с Алмазом Абековым. У нас огромное количество смс-посланий. Мы заявили о том, что сегодня смс-марафон и, в свою очередь, зачту несколько. Мегаком не только соединяет сердца, но и не дает им расставаться ни на минуту. Спасибо вам, Дина. Спасибо, Дина. Так что Дина, кстати, это претендент, который участвует у нас в конкурсе. И этот волшебный пакетик уже сбрасывает сообщение, что же находится в этом пакетике. Не будем, наверное, раскрывать тайну. Чего там только нет, друзья. Спасибо Мегакому за то, что есть. Ну, у кого вы еще видели такие низкие цены в стране, спасибо вам. Тоже Дина, кстати. Видите, сколько очень добрых пожеланий и добрых... Вам желают успехов. Спасибо. Желают добра и успехов в продвижении Мегакома на территории всей страны. И за пределами, кстати, тоже. Спасибо. Я всегда задаю этот вопрос всем успешным людям, которые думают, что в сутках слишком мало часов. 24 малова должно быть чуть-чуть больше, чтобы все успеть. И вы такой занятой. Как вы успеваете совмещать еще и роль отца? Вот как выходные, например, может быть, как-то по-особенному. Семейные традиции давайте об этом поговорим. Ну, у меня, наверное, семья больше занимается супруга. И она полностью отдается в первую очередь детям, воспитанию, здоровью. Она вот, особенно младшего, она вот фарширует и музыкой, и 61-я школа. Вот все-все-все прям вот. Все, что она вот не смогла отдать старшим троим. Сейчас это все происходит осознанно, да? Все вот уже вот отточено прям на младшем. Молодец. А есть какие-то семейные традиции, которые вот стали знакомыми в вашей жизни? В пятницу знак. Алмаз, послезавтра воскресенье. Ты, я надеюсь, об этом помнишь. Все едим на велосипеде. У нас по воскресеньям такое мероприятие. Виватрык. Да. У меня супруга очень... Она мне больше, чем жена. Друг, единомышленник. Да, и тут... Я бы, наверное, там ничего не сделал из того, что добился. Степеняна, она, конечно, дает мне свободу и во всем помогает. Она даже после эфира, вот, первая критика, это будет ее. Почему так сидел, почему так сказал, надо вот так. И она собирает мнение, она очень за меня переживает. Большую папочку. Алмаз, срочно домой, да? Откроем эту папочку. Почему не сказал, что любишь свою жену? И вот даже вот она показывает своим примером, какой нужно быть женой. Это вот дочерям там. Ну, я, наверное, больше участвую в воспитании детей, как пример. Что, ну, вот, каким нужно быть отцом, да? Как нужно быть успешным? Ну, что такое вот быть образованным, грамотным? Как необходимо тянуться к нам. Как жить, да? И, ну, я, конечно, не помогаю делать уроки. У нас здесь философия просто разная. Я считаю, что ребенок должен сам, а супруга считает, что надо помогать. То есть вот надо за ручкой ее подвести, а я считаю, вот, надо создать условия, пускай сам дойдет. У нас очень мало времени осталось. Такая интересная беседа. И вот хотелось бы, мы очень часто говорим о том, как развивается компания, и все, в принципе, стандартные вопросы. Но мне бы вот хотелось бы поговорить непосредственно. Позвольте три кратких вопроса. Мы очень редко говорим о литературе. Ваша самая любимая книга? Ну, я люблю классику. Я вот читаю и не начитаюсь. Нет, я вот к авторам как-то вторично, но мне нравятся романы. Ваш самый любимый исполнитель? Макаревич. Ваш девиз в жизни? Ну, раньше был, но сейчас к сорока годам надо просто жить, наверное. Наслаждаться. Замечательно. Наслаждаться, так считает Алмаз Абеков, исполняющий обязанности компании-директора, компании Мегаком. Алмаз Абеков, мы в свою очередь хотели бы вас поблагодарить за интересную беседу, пожелать вам удачи, раскрытие своего творческого потенциала, как, в принципе, вы доказали, что вы творческий еще человек. И мы, в свою очередь, вы нас удивили. И Алипетовы, о чем мы бурно обсуждали. И хотелось бы, чтобы все ваши задумки были притворены в жизни. Удачи, еще раз удачи. Спасибо. Давайте мы все будем успешны. И ваше пожелание? Привет, страна! Кратко, лаконично. Ну что ж, друзья, и этот час уже завершен, а мы, в свою очередь, хотели бы подвести небольшие итоги о том, что компания Мегаком не просто динамично развивающаяся, это еще и та компания, которая инвестирует в подрастающее поколение. Замечательно. Мы увидимся в следующем части, а сейчас передаем эстафету Шавкату Тургаеву. Субтитры сделал DimaTorzok